Друзья, привет! Сегодня я хочу поговорить про проблему некоторых родителей Это верное произношение звука RRR их малышами И расскажу вам про эффективные средства борьбы с данной проблемой Ну что, поехали! В семье так бывает, что через какое-то время после того, как ребенок заговорил, родители замечают, что речь малыша понятна только им. Они в панике начинают искать различные способы решения данного вопроса, обращаются за советом к друзьям, знакомым, ищут хорошего логопеда. Давайте попробуем разобраться, почему ребенок не выговаривает «рррр», и как без особого труда помочь разобрать ему этот звук. Первый этап полноценного восстановления речи у ребенка – это 2-3 года. Если вы на данный момент замечаете проблемы со звуком «ррррр» у вашего малыша, в этом ничего страшного нет. Поверьте, вы торопитесь. Это только подготовительный период, и помощь логопеда вам абсолютно не нужна. Достаточно проводить методические занятия по артикуляционной гимнастике. А вот если ребенку 5-6 лет, и он по-прежнему не уговаривает звук «рррр», тогда действительно стоит обратиться к специалисту. Он поможет вам разобраться с данной проблемой, и как минимум исключить патологию, такую как дезортрия. Но вернемся к первоначальному этапу становления речи, на котором все проблемы с произношением можно исправить благодаря простой артикуляционной гимнастике. Сразу выделю ряд моментов, на которые вам обязательно стоит обратить внимание. Мама часто спрашивает, как научить ребенка произносить звуки. Самое главное, основное, о чем я все время говорю, не стоит путать звук и букву. Звук мы произносим буквами пишем. В дальнейшем это поможет малышу в чистописании и чтении. И этот момент надо обязательно учитывать. И не путайте малыша. Звуки сначала, буквы потом. Занятия с малышом должны быть интересны. Если ребенку не нравятся какие-то артикуляционные игры, не стоит их продолжать. Лучше попробуйте и поменяйте игру. А в дальнейшем попробуйте к этой игре вернуться. Большое значение имеет регулярность тренировок. Постарайтесь ежедневно находить время для проведения занятий. Ну а теперь перейдем к играм-занятиям. Первые две игры, о которых я расскажу, можно эффективно совместить в одну. Итак, первая игра. Цоканье. Предложите малышу отправиться с ним вместе в путешествие на конях. Отрывайте язык от неба и создавайте такой щелкающий звук, похожий на цоканье копыт лошади. Предложите малышу поиграть с ним в эту игру, кто громче цокнет, Кто сделает это быстрее, поэтому меняйте обязательно темп, ускоряйтесь и замедляйтесь. Вторая игра. Кучер. Лошадка скачет быстро-быстро. Предложите малышу остановить лошадку, пускай он будет кучером. От грубого Р губы вибрируют. Звук будет такой. Следующая игра. Индюк или птичий двор. Предложите малышу вспомнить птичек, которые живут на дворе. Пускай он перечисляет кур, уток, гусей и так далее. Обязательно напомните, если он не вспомнит, что на птичьем дворе живет большой индюк И делает он вот так Выбрасывайте язык между губами И предложите малышу повторить за вами это действие Четвертая игра Прыжки Встаньте с малышом перед зеркалом И спросите у него, сыночка или доченька А кто живет в твоем рту? И пускай он даст ответ Язычок? Если не даст, то подскажите ему, что язычок Предложите его язычку попрыгать от потолка до пола и обратно Объясните ему, что есть диванчики, как сверху, так и снизу Из которых растут их зубки Не надо объяснять, что это альвеолы, ему все равно это еще рано Пускай он потрогает язычком верхние альвеолы, а потом нижние Только говорите, что это диванчики Это очень веселое времяпрепровождение Я думаю, что малышу оно понравится Следующая игра, это любимая игра моего сына Называется она Ветер Вы берете какие-то легкие предметы Можете на ниточку повесить бабочек Бумажных, либо же сделать снежинки из ваты И предложить ему дуть Только не забывайте, что Ваш язычок, язычок малыша В этот момент должен лежать на верхних альвеолах Покажите ему, как правильно делать Пускай он тренируется И дует воздухом сконцентрированным Чтобы губки были дудочкой Вот так И естественно Меняйте силу дыхания Придумывайте новый сюжет для ваших артикуляционных игр, чтобы малышу не надоедало Кроме того, можете изучать животных Например, названий которых есть Звук рРРРРРРРР Можете налить себе в мисочку воды или сока и попробовать вместе с малышом сымитировать, как пьют водичку котенок или собачка. Можете посоревноваться с ним, кто быстрее дотянется до носика, кончиком языка и так далее. В разговорной речи акцентируйте внимание на звуки «р», но старайтесь это делать ненавязчиво. Надеюсь, эти простые советы вам помогут. И самое главное, помните, важно терпение и регулярность, методичность проведения данных занятий. Ну а если вам есть что добавить, то обязательно оставляйте свои комментарии, также подписывайтесь на канал, кнопочка «Знаете где». Делитесь этим видео с друзьями, ну а впереди еще много всего интересного и полезного. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!